Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 335. Спешите, расставляя пропущенные запятые. Обозначьте условия выбора вставленных орфограмм. Найдите синоним к слову «непогода», что он означает «плохая погода с метелью, снегом или ветром и дождем» или дождливая пасмурная погода. Первое. Не работа сушит, а забота. Не работа сушит, запятая, а забота. Сушит. Что делать? Сушить – это второе спряжение. Не со словом пишем отдельно, потому что есть союз А. Именно перед ним мы ставим запятую. Не место красит человека, а человек – место. Так как есть союз А, то не место мы пишем отдельно. Красит – это глагол второго спряжения, поэтому мы пишем его с буквой И. Друзья в несчастье познаются. Несчастье подбираем синоним «беда». Поэтому несчастье – это приставка. Пишем вместе. В осеннее ненастье – семь погод на дворе. Ненастье – это непогода. Поэтому мы заменили синонимом и не написали слитно. Не печь кормит, а руки. Есть союз А, значит, не печь пишем отдельно. Не печь – это слово третьего склонения. Оно заканчивается на мягкий знак, и поэтому мы пишем его с мягким знаком. Не котел варит, а стрепуха. Так как есть союз А, а перед ним мы ставим запятую, то не котел пишем раздельно. Это пословица. К слову «непогода» подбираем синоним. Это ненастье, то есть дождливая пасмурная погода. Сделаем морфологический разбор слова «забота». Забота – это имя существительное. Первое. Вопрос. Что «забота»? Начальная форма «забота» к постоянным признакам относится нарицательное, неотушевленное, слово женского рода первого склонения, к непостоянным именительный падеж, единственное число, сушит что? Забота. Предложение является дополнением. Понравилось видео? Ставь лайк. Подписывайся на наш канал. Есть предложение или пожелание? Оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео.